Чуть больше суток, 22 мая, единый день предварительного голосования партии «Единая Россия». Эта процедура позволит определить тех, кто имеет наибольшую поддержку у населения. Избирателям предстоит выбрать самых достойных кандидатов для их последующего выдвижения в Государственную и Саратовскую городскую думу. Эта процедура поможет в честной и конкурентной борьбе понять, кого российские граждане хотят видеть кандидатом в депутаты Государственной думы. Документы на участие в предварительном голосовании принимали в течение двух месяцев. Всего по России было подано 3200 заявлений, зарегистрирован 2801 кандидат. 400 человек процедуру не прошли, в Саратове отказали четверым. Стать участником предварительного голосования мог любой желающий. Главное условие – не состоять в других партиях, не иметь судимости и активов за границей. Работа депутата связана с работой с населением, отставиванием их интересов, знаний их проблем. И партия «Единая Россия» этой процедурой дает такую возможность людям проявить себя, принимая участие в партийном предварительном голосовании. Второй этап после подачи заявлений – борьба за внимание избирателей на дебат-площадках. Участие в них – обязательные условия. Проводились встречи и с гражданами. На них можно было задать наболевшие вопросы, узнать, с какой программой идут участники. Каким образом, на ваш взгляд, кроме перераспределения бюджетного законодательства, возможно повышать бюджет города Саратова и его обеспеченность? Я думаю, что Саратская область должна стать регионом развития малого и среднего бизнеса. Но для этого мы должны выстроить определенный фундамент для этого. Принимать участие в предварительном голосовании могли не только политики. Рабочие, преподаватели, аграрии, сотрудники специальных служб. Каждый получил возможность проявить себя. Наравне с остальными дебаты и встречи проводили и молодые участники. Праймерс – это возможность показать, что мы начали работу не для выборов. Мы начали работу задолго до реализуя социальные проекты и предлагая законодательные инициативы, которые уже улучшают жизнь молодых людей и уже способствуют решению многих-многих проблем. Для меня это они уже почти внуки. Ну не совсем, но почти. Но это здорово, это здорово. И в Думе должно быть представительство в разных поколениях. Это должны быть аксакалы, это должны быть рабочие лошадки и должна быть молодежь, которая будет учиться. В воскресенье по всей России будут работать почти 20 тысяч участков. В Саратовской области их более 300. Найти адрес своего можно на специальном сайте. Жители региона, обладающие правом голоса, смогут отдать его с 8 утра до 8 вечера. Выбрать можно сразу нескольких понравившихся кандидатов. Динара Дусалиева, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова